привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевые ручки и на сей раз ручка которую любезно прислал мне сергей из города самара за что ему огромнейшее спасибо я думаю что у сергея все пользователи или пен знают под ником бояр ну и все прекрасно знают что у сергея абсолютно безупречная репутация ну и вообще сергей хороший человек сергей спасибо вам огромное еще раз и так вот такая вот коробочка серенькая без надписей без ничего но если мы с вами и откроем то внутри мы увидим слово данхел ну и естественно внутри у нас ручка от альфреда танхела собственно вот такая ручка коробочка здесь когда-то был картридж и инструкция эта ручка примерно 80-х годов и называется она джем-лайн а я уже несколько раз рассказывал историю компании альфреда данхела давайте повторим потому что не так уже часто встречаются у нас их ручки и так альфред данхел основал свою компанию в 1883 году данхелу в наследство досталось производство кожаных изделий для лошадей да всякие седла упряж и прочее прочее тогда это было модно в начале двадцатого века начали появляться автомобили и данхел перестроился на выпуск аксессуаров для автолюбителей а в 1907 году он начал заниматься табаком а он продавал сигары трубки аксессуары табак а в 1920 году альфред данхел выкупил патент у двух инженеров вайза и гринвуда на зажигалки и данхел это первый кто смог начать производить вот такого рода зажигалки и перевел их в люксовый сегмент это были дорогущие зажигалки в то время это был стандарт де-факто между первой и второй мировой войной вот именно такие зажигалки были страшно популярны их покупали их клонировали и так далее вот это unique от данхела один из наиболее ранних это 1920-е годы до 26 вот такая зажигалочка по моему очаровательна данхел интересовался и ручками в том числе а в 1930 году он совместно с намеки основывает бренд который назывался данхел тире на микки и понятно что выпускались ручки расписаны узорчиками макея а также на микки для данхел расписывал зажигалочки но и прочие какие-то аксессуары в японским традиционном стиле да тогда это было очень модно во время а второй мировой войны и сразу же после нее данхел активно сотрудничал с мангланом я в 1977 году уже после смерти арф альфреда данхела компания данхела купила манглан а в 1988 году данхел вместе с мангланом вошел в состав richmond group где эти компании прибывают и по силу пору и вот эта ручка это восьмидесятые годы это моделька называется джем line а джем это у скорее всего от джемстоун до драгоценность line линия то есть драгоценная линия получается и это ручки которые были выпущены на базе монглана но блесс к сожалению у меня нету но блесс четвертого поколения эти ручки сделаны именно на базе монглана но блесс четвертого поколения у меня есть первое поколение но вы видите что ручки достаточно похожи да они тоненькие они изящные они длинные тогда это было модно. Как я вам уже рассказывал, в 1969 году Аврора выпустила ручку, которая получила название Hestel, и вот такие тоненькие-тоненькие ручки, они вошли в моду, и все 70-е, 80-е, даже начало 90-х годов в моде были вот такие тонюсенькие ручки с простеньким достаточно оформлением. Итак, Gemline, сделанный Монбланом. На самом деле, у Gemline было два поколения. Это раннее поколение, более позднее, это примерно 90-е годы. Они чуть-чуть отличались, там была немножко другая верхушка, и чуть по-другому была ручка украшена. Но суть была примерно такая же. Ну что ж, давайте смотреть. Итак, тоненькая длинненькая ручка, вот так 14 см, максимальный диаметр барреля 8,5 мм, а корпус латунный, покрытый лаком, поэтому ручка немножечко весит. Здесь грамм 26-27, что-то в этом духе. Давайте смотреть поподробнее. Во-первых, очень красивый лаковый корпус. Как видите, темный-синий вот в таких вот разводиках. Отделочка позолоченная, самая верхушечка колпачка имеет вкус к клипу, да, как это сейчас делает Waterman. На самом деле, так было модно значительно раньше делать. Здесь логотип компании Dunhill, видите, буковка D в кружочке. Вот такой вот прямой клип с лаковой же вставочкой в середине, клип подпружинен. Центральное колечко, достаточно широкое, да, и если посмотрите, то вот эта часть колечка относится к колпачку, вот эта часть колечка относится к баррелю. Здесь написано Dunhill, точечки, знаменитый штамп Dunhill, вот в такой вот дугообразной штуковине написано A-D, то есть Alfred Dunhill. И здесь написано Germany, то есть ручка была сделана в Германии. Ну, как я и говорил, Alfred Dunhill купил Montblanc, да, и ручки свои он делал, конечно же, на заводах Montblanc, поэтому Germany, поэтому Германия. Чуть-чуть сходящаяся кончику баррель, здесь перепад между вот этим местом и вот этим всего 0,4 миллиметра, и позолоченная верхушечка здесь. На верхушечке сохранился стикер, видите, с буковкой M. Dunhill, ну так же, как и Montblanc, не отмечают ширину перьев на самом перье, да, а клеют стикер, и вот на этом стикере написано M, то есть пирожка у нас в этой ручке ожидаема M. На мой взгляд, на мой взгляд, ручка выглядит крайне изящно. Я очень люблю вот такие тоненькие ручки, мне не очень удобно ими писать. Да, для реальной жизни я использую более толстенькие ручки, но вот такие тонючки, они мне нравятся вот просто эстетически. Колпачок здесь, на защелочке. Защелочка отличная, ничего не болтается, не люфтит, не крутится, не вертится, но защелочка простая, без доводчика, как у Dupont. Открывается с некоторым усилием, закрывается вот с таким тихеньким щелчком. Никаких особенных претензий к этой защелочке у меня нету. И если мы с вами снимем колпачок, то увидим мы достаточно длинную прямую пластиковую секцию. Здесь есть небольшой переходик между этим колечком и секцией, но переходик очень маленький и пальцем вы его вряд ли ощутите. Небольшие губки, которые удерживают колпачок в закрытом состоянии и вот такой вот перышко. А я думаю, что по вот этой плоской напайке вы сразу же поняли, что это манблановское перо. Ну, собственно, я про это уже и говорил. Еще раз повторю, что у меня, к сожалению, нету наблес четвертого поколения, но у меня есть наблес оближ, немножко более поздняя ручка. Ну и как видите, вот манблановский наблес. И вот у него перышко точно такой же, как на Данхеле. Ручка имеет картридж, конвертерную систему заправки. Ничего особенно хитрого у нас здесь с вами нету. Конвертер. Конвертер. На конвертере написано Данхел, но такие же конвертеры вы можете встретить в манблановских ручках. Он сделан из серого пластика и вот здесь вот он на резьбе. Поэтому это совершенно однозначно манблановский конвертер. Здесь пластик, здесь латунь, но в принципе как бы ничего такого. То есть хуже, когда наоборот, когда у вас латунь вкручивается в пластик, а здесь наоборот. То есть, скорее всего, здесь ничего никогда у нас с вами не треснет. В руках ручка лежит неплохо. Ну, если вы любите, конечно же, тоненькие ручки. Я еще раз повторю, что я предпочитаю ручки покрупнее, поувесистее. Но, в принципе, для тонючки ручка в руках лежит очень даже неплохо. Баланс ощутимо сдвинут кверху. Тоненькая, но очень приятная ручка. Она такая крепенькая на ощупь. Да, то есть солидно сделана. Ну и давайте посмотрим, что же у нас умеет делать это пирожка. Итак. Дангел. Джемлайн. Перо. Пирожка в данном случае медиам. 14 карат. Или 585 проба, соответственно, золота. На втором поколении джемлайнов пире были 18 карат. А чернила? А чернила Ира Шизуку. Конпики. А если помните, эти чернила мне когда-то подарил Антон из Москвы. Вот я их до сих пор использую и до сих пор они мне страшно нравятся. Антон, если посмотрите это видео, спасибо вам огромное еще раз. Действительно, отличные чернила. Итак, пирожка. Пирожка очень гладенькая. Вот просто маслом по маслу. Подача. Подача, как вы видите, обильная. И никаких претензий к этому пирожку у меня нету. Оно у меня уже 2 недели. Да, никаких проблем, никаких хардстартов, никаких засыханий и высыханий. Ничего такого. Пирожка великолепная. Да, пирожка достаточно твердая, потому что это манглановское перо. Нажимать в него абсолютно бессмысленно. Никакой вариативности линии вы здесь не получите. А таким образом, друзья мои, а что я вам хочу сказать. Отлично. Я очень люблю вот такие тоненькие ручки. У меня их в коллекции есть какое-то количество. Да, они на отдельной полочке лежат. И мне они очень нравятся внешне. Тоненько, изящненько, аккуратненько, хорошо. Да, долго мне ими писать не сильно удобно. Я предпочитаю более толстые ручки. Но вот эти тонючки мне очень нравятся. Вот такой обзор, друзья мои. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.